Привет, друзья! С вами канал Maros Life И в сегодняшнем видео поделюсь реалиями Конца апреля, уже конец апреля у нас Вы видите, прекрасная погода Наконец-то хоть чуть-чуть радует солнечными днями Потому что обычные дожди уже заколебали Как будто не весна, а какая-то зима Застыла чуть-чуть Короче, все потихоньку налаживается Я нарушаю режим, маску не одел Точнее, она у меня в кармане А так, в принципе, что? С 19-го числа пошла малая в школу Это я сейчас о своей дочке говорю Кто не в курсе Так вот, ходят они в школу В понедельник и четверг делают тесты Сами делают То есть первочки, первый и второй класс делают С помощью родителей и учителей А третий класс и выше уже Сами себе делают тесты Щадящие тесты Это не такие, которые делают работникам На работе На организациях, фирмах То есть сами себе там с края помазали В основном все они, как правило, негативные Ну, не знаю То ли качество тестов такое То ли все наконец-то отступает Хотелось бы, конечно, второй вариант Чтобы он отступал Так что ходит в школу Рада Встает пораньше Потому что уже соскучилась за ребятами За своими друзьями Вот Вторая новость, что потихоньку ослабляются Все будущие закрытые магазины Сферы услуг Если все нормально будет С 26-го апреля Будет потихоньку открываться Летом Возможно, уже уберут эти ружки Респираторы Опять же, все будет зависеть От этой Эпидемиологической ситуации Насколько она будет Улучшаться Ну, пока все спадает Пока все хорошо Уже Как раньше говорил Кататься между городами Окрасами Можно Можно ездить В любые села Но все только по Чехии Вот По работе Работа есть Работы предостаточно Границы Открыты Все нормально Самолеты, автобусы Летают, ездят Так что в этом плане Вопросов никаких не должно быть И не должно возникать Единственное, что Это придерживайтесь, ребят Тех правил Правил въезда в Чешскую республику Придерживайтесь правил въезда Точнее, возвращения в Украину Все это есть Информацией тут делился На сайтах посольства Вот Ну, еще хочется пару слов сказать От той катавасии Которая сейчас творится У Чехии с Россией Там, короче Туда сильно влезать не буду Там свои разборки Свои там старые счета Короче, тут много чего интересного происходит Заходите на чешские новости Смотрите, читайте Я не буду это ничего комментировать Но факт остается фактом Посольство Чехии в Москве закрыто Неизвестно когда Откроется Поэтому, ребят Вам терпение Ждите Пока все это восстановится В каком-то режиме Это все будет работать Потому что, опять же Повысылали И та, и другая сторона Очень много дипломатов Соответственно Есть проблемка Которая Не знает Это чего-то растет Не хочу Я же еще раз говорю В это Влазить Это комментировать Это не супер Мега новость Чтобы делать С нее кликбейт И На этом Навариваться Сейчас быстренько Перейду дорогу Потому что Машина Едет Чтобы меня тут Не подавили Вот Так что, ребята Такая вот ситуация Такая вот жизнь В Чехии Все, в принципе Более-менее налаживается Ну и еще одна Такая новость Которая пока Еще не подтвержденная Но Читал, что Хотят еще раз Увеличить зарплату Уже в 2022 году Чтобы минималка была В новой величине Это будет Если все подтвердится Не знаю Еще пока это В раздумьях То будет 17200 крон Минималочка Это Прилично На 2000 Поднимется зарплата Минимальная И Хотят сделать Пятинедельный Отпуск То есть Чтобы пять недель Было отпуск Кто не знает Сейчас Четыре недели Только отпуска Возможно Хотят сделать Пять недель Ну и еще Хотели Они Уменьшить Рабочий день На Полчаса Чтобы было Семь с половиной Часов Рабочий день Соответственно В неделю На два с половиной Часа Работать Будем меньше Но опять же Это пока еще Не подтвержденная Информация Как только все Подтвердится Я обязательно Сниму видео Расскажу вам По поводу Этих новостей Так что Вот такие вот Новости Ну а вам Ребят Желаю Хорошего дня Не огорчаться Не расстраиваться Все будет хорошо Не забываем Ставить лайки Подписываться Делиться Своим мнением В комментариях Мы увидимся уже В новых Выпусках Всем удачи До новых встреч Пока-пока